Харри Рама, Харри Рама, Харри Рама, Харри Рама. Итак, Арджуна задаёт Кришне вопросы. Кришна объяснила ему, да, поднимись на уровне разума, на уровне долга, выполняй свои обязанности, не привязываясь к водам своей деятельности. И Арджуне интересно, он спрашивает, как выглядит такой человек, как распознать такого человека. Во-первых, чтобы самому подтянуться, да, немного. На этот уровень. И он задаёт четыре вопроса, о чём человек говорит, как выражает свои мысли, да, как сидит, то есть как... Каково его сознание, когда чувство, когда он находится в бездеятельности, да, и как ходит, когда чувство активно, как занимает свои чувства при активной деятельности. Вот таковы четыре вопроса. Мы начали с вами говорить. И какой основной признак человека, который находится в саманхе или на уровне, он не стремится удовлетворять свои чувства, да. И почему это происходит? Потому что он внутри... Удовлетворён. Да, удовлетворён, он наполнен. Атман, эвадмана, туштаха, избытывает счастье. И два стиха следующие, 56-й и 57-й, будет как раз ответ на второй вопрос. На второй вопрос, два стиха следующие, Кришна будет отвечать. 56-й, 56-й текст. Того, кто остаётся невозмутимым, терпя тройственные страдания, кто не восторгается, когда к нему приходит счастье, и кто избавляется от привязанности, страха и гнева, называют мудрецом, обуздавший свой ум. Вот кто такой схитадхирмуни, определение, да? Схитадхирмуни. То есть, ещё раз, того, кто остаётся невозмутимым, терпя тройственные страдания, то есть терпеливый человек, не восторгается, когда к нему приходит счастье, и кто избавляется от привязанности, страха и гнева, называется мудрецом, обуздавший свой ум. Итак, это ответ на второй вопрос. Забегая чуть-чуть немного вперёд, я хотел объяснить, то есть, как выражает свою мысль, он спрашивает. То есть, грубо говоря, на каком языке он говорит? Так вот, схитадхирмуни говорит на языке о смирении и зависимости от Кришны. Почему материалисты говорят на каком языке? Витая, Рага, Бхайя, Крутха. На языке привязанностей, на языке страха, на языке гнева. Это материальное сознание, и люди, они пользуются вот этим пониманием. Мы поглубже разберём этот момент. Повторю для тех, кто опоздал и задержался. Что 56-57 стихи, это ответ на второй вопрос. Как выражает мысль, или на каком языке говорит? И ещё раз, материалисты на каком языке говорят? На языке привязанности, страха и гнева. А преданный, он говорит на языке смирения и на языке зависимости от Кришны. То есть, другими словами, можно этот вопрос... Он невозмутимый. Это что означает? Кроме того, что он не возмущается. У него нет повода для возмущения. Его сознание таково, что повода для возмущения у него нет. Язык смирения — это очень одна из важных тем вообще про смирение. Наша очаги многое скрывает эту тему. Одним из признаков гордыни... Много из признаков, но один из признаков гордыни, знаете, какой? Человек недоволен всегда своим положением. То, что у него есть, то, что к нему приходит, он думает, что он заслужит большего. Есть, да, такой? Ну, у вас нету там, у других? Он может такой проявляться. Но я-то заслуживаю большего. Какая вселенская несправедливость. Почему так произошло? И вот уже это понимание — это не язык смирения и зависимость. С хитабхирмуни никогда так не думает. Он никогда и так не говорит. Он всегда воспринимает все как милость Кришны. Все, что происходит с ним в жизни, он воспринимает как милость Кришны. И вот именно на этом языке он говорит. Вот именно так он и выражает свои мысли. Понятен? Это здесь вот тонкий момент. Сейчас еще раз. Итак, это у нас 56-й текст. Кто способен повторить, о чем здесь речь? А язык материалистов на языке страха и гнева. Они все время возмущаются. Человек возмущается, недовольный. Знаете, особенно в старости так прижить потихоньку. Вот уже. То не так, это не то. Все время я достойно лучше вот этого понимания. Да, Исхиддхирмуния, он находится на другом уровне сознания. И он говорит на языке смирения, на языке преданности Кришны. То есть он не... Из-за этого он как раз становится невозмутимым. Он не возмущается. Потому что у него нет повода для возмущения. И у него нет проявления к материальным вещам, к материальным интересам. Прабхады говорит здесь в 56-м стихе, комментарий. Такого человека, обладающего совершенным сознанием Кришны, не беспокоят проявления тройственных страданий. То есть он терпелив. В нашей жизни очень много чего внешнего происходит. Правда, Исхиддхирмуния? Да. Пятое это. Одно, другое. Здоровье, беспокойство других доставляют люди. Вот. По убоде доставляют беспокойство. Разные катаклизмы происходят в этом мире. Исхиддхирмуния, он не возмутим. Итак, его не беспокоят проявления тройственных страданий. Все страдания он принимает как милость Господа. Считая, что заслуживает даже более сурового наказания за свои прошлые грехи. Кроме того, он убеждет, что все милостливые Господь сводят его страдания к минимуму. То есть он не просто не возмущается. А что он еще чувствует? Благодарность. Кришна, меня тут, я уже давно, должны меня убить были. Я палец проколол там где-то, на колючку наступил в арендовании. Он не ходит, не возмущается, кто тут не убрал колючки. Я тут иду, я тут иду. Что он обладает таким, мы даже благодарим Господь. Всего лишь такое маленькое, незначительное наказание за мои нития бадхи. Мы совершаем грехи. Вы должны понять, преданное, что мы совершаем грехи жизни в жизни. То, что мы чуть-чуть иногда где-то накосячили. Но мы доставляем беспокойство другим живым существам из жизни в жизнь. Спасибо за эту новость. Ну вот если кто не знал, вот я вам скажу, что вот. Из-за этого мы страдаем. Грех вот не сам по себе плох. Из-за того, что мы доставляем беспокойство, нарушаем вот эту гармонию. И самскара определенная закладывается, которая опять нас заставляет совершать этот грех. Поэтому, если бы вы просто знали, сколько мы с вами совершаем в каждую жизнь греховных действий. Помните, мы на одной из лекций, на первой, по-моему, когда я поделился пониманием про пады, говорю, в этом материальном мире все вроде грешны. Они все хотят занять его место, свернуть с трона. Кто-то убить хочет, кто-то в разной степени. Степень зависти разная. Вот. И мы здесь, Нитя-Бадхи, очень огромное количество жизни. Мы привыкли совершать эти грехи. И поэтому, когда к нам приходит какая-то расплата, удивляться нечего вообще. Вообще нечего удивляться. Нужно только удивляться, что почему так мало. Я заслужил гораздо больше. Вот это состояние, человека, который не брюджет, цитатхирмуния, утвердившийся в самадхи человек. Понятно? Очень легко теоретически это все понять. Поэтому, когда жизненная ситуация какая-то прижмет вас в очередной раз, вы можете понять, на каком уровне мы находимся и куда нам стремиться. Причем он это делает не искусственно. И то, что он внутри недоволен, гневом распирает. У меня проблемы семейные какие-то. А внешне он говорит, да, это милость, Кришна. Спасибо, Кришна, что послал эти проблемы тебе, конечно. Это диститатхирмуния. Диститатхирмуния, он утверден. Дубара, запиши себе. Окей, 57-й текст. Тоже, тоже продолжение этой темы. Это ответ на второй вопрос. Как выражать свои мысли? То есть, как он реагирует на какие-то ситуации? На каком языке он начинает говорить? Он принимает все как милость Кришны. А материалисты говорят на языке привязанности, страха и гнева. Вот в этом разница между этими личностями. Итак, 57-й текст. Тот, кто, живя в материальном мире, освободен от дверских привязанностей, кто не слишком радуется, когда с ним случается что-то хорошее, не злится, когда случается что-то дурное, обладает совершенным знанием. Он уравновешен. Мы с вами уже говорили, что равнодушие и уравновесие... Уравновешенный человек, он очень чуткий, чувствительный, говорит другим. И не то, что он такой, знаете, толстокожий. Ему на все наплевать. Это большая разница. Например, когда происходят какие-то трагические случаи, преданные попадают в крематорию. Неофит, он как всегда начинает себя вести? Душа не скорбит. Чего вы тут материалисты поганые, да? Душа не скорбит ни о живых, ни о мертвых. Мудрец не скорбит, а вы тут все скорбите. Начинает проповедовать сразу неуместно. Причем потому, что он не чуткий, не тонкий человек. От этого же люди не успокаиваются. Правда, это его проповедует? А еще больше проблем нагнетает. Он со всеми конфликтует и ссорится. И все думают, что Кришна это сектанты. Благодаря его уменности. Он неуместные вещи делает, да? С хитопхермуния, он знает, когда, что, где и сказать. Он сам невозмутим. И свое просто присутствие, он может принести вот это настроение невозмутимости в окружающий мир. Это очень важный момент. Поэтому он вне двойственности. Вот на таком языке вне двойственности он и разговаривает. Понятен второй вопрос, о чем суть? Что когда мы говорим, как выражает свои мысли с благодарностью, он находится в состоянии благодарности к Верховной Личности Бога всегда. И в тяжелые времена, и в хорошие. И не попадает в двойственности, как раз ради двеши. Как раз вот с хитопхермуния, он вне ради и двеши. Вне друзей и врагов. Не делит этот мир на доброжелателей каких-то, и которые его критикуют, это враги. И которые ему трут спину, это друзья. Материалисты только так действуют, из привязанности. Из страха действуют, да? В страхе нельзя выполнять долг. У человека разум замутнен, он нерешительный становится из-за страха. Что он не будет там, или еще что-то. И из гнева. Но в гневе вообще планка садится. А можно вот еще, ну, между равновешиванием и равнодушным, более отношением, например, в той ситуации, в которой вы привели? Ну, равнодушному человеку наплевать. У него умерли родственники какие-то, люди. Ему наплевать, он их никогда не любил. И он кажется уравновешенным, он не скорбит. Внешне одинаково. Внешне может проявляться одинаково, да. Но здесь вопрос сознания. Да и внешне может разному проявляться. Уравновешенный человек, да, может прийти какое-то сострадание, успокоить людей прийти. Благодаря своей уравновешенности, самым, ну, то есть, благодаря своим качествам. А человек в тамагуне, он не может пользу другим принести. Одни беспокойства. Тамас это то, что разрушает. Это гунно-разрушение. Критика. Вроде бы он говорит иногда о какие-то правильные вещи в интернете, но только все разрушает. Или есть выражение слон в посудной лавке? Слон в посудной лавке или еще какие-то вещи. Ну, человек говорит правильно, как Прабхупада говорил, все. Ну, просто разрушает. И отношения наше общество разрушает. Это влияние гунно-невежества. Понимаете? Да, Бхактик тамагуни называет, копивагуни. Он обидчивый, заносчивый. Ему кажется, что только он знает правду матку. Сатья матом, да? Только он. Понимаете? Ну, на самом деле, человек, когда в невежестве, он просто эгоист. Он зациклен на себе. И он к другим не испытывает никакого уважения и любви. А человек к гунне благости, наоборот, он умиротворен, уравновешен. Его не выводят самого эти переволнения материального мира. Но очень чутким и уместным. Какие-то вещи быть уместные. Не всегда, не обязательно, что всегда приятные слова. Прабхупада иногда говорил неприятные слова. Но они были уместными. И они приносили благо. Можно также сказать, что один спокойный на основе знания, а другой спокойный на основе безразличия. Да. Один в знании находится, мудрец, равновешеный человек. А другой просто ему в тамосе, ему наплевать на всех. Безразличный. Равнодушный. Да. Понятно этот момент? Что это из разных гунн. Вообще гунны невежества и благости иногда внешне бывают похожи. Как это ни странно. Ну, если иметь разум, чтобы определить. Понятен, да? Второй вопрос. Переходим к третьему вопросу. Он говорит, как он сидит? Да. То есть, это как использовать свои чувства. Это 58-59 стихи. Ответ на третий вопрос. Два стиха. Ну, дальше он будет раскрывать эту тему чуть глубже. Но вот эти два конкретных стиха. И с чем слема налогия приводится? Черепаха. Черепаха. Налогия с черепахой. 58-й текст. Итак, как он сидит? И тот, кто подобно черепахе, втягивающий голову и конечности в панцирь, способен отводить свои чувства от объектов чувственного восприятия, возглавляет устойчивым духовным разумом. Праги. Праги. Вот здесь, что Праги Праги приводит как сознание как раз. Еще раз аналогия с черепахой. И Праги Праги пишет, совершенного йога, преданного или осознавшуюся душу, можно определить по способности владеть своими чувствами. То есть, как мы определимся этот хермуний сами для себя? Этот человек, он хозяин чувств. Это очень важно. Это ответ, как он сидит, он способен. Такой человек, в отличие от подавляющего большинства людей в этом мире, не является рабом чувств и не идет у них на поводу. Ясный момент, да, что чувства, они постоянно нас толкают в какой-то деятельности, но такой человек всегда действует на основе разума. И вот, если глубоко копнуть, как раз это освобожденное состояние. Ему же не нужно хоть ни к астровому, такому человеку, ни к психологу. Он просто знает свой долг, и карма на него не действует в данной ситуации. Потому что такое карма? Вот это подталкивает нас, эти грахи, выполнять, в соответствии с нашей кармой, да, исполнять желание чувств. Но если у нас есть разум духовный, мы можем потерпеть. Если у вас там, ну, чешется, иногда есть какие-то болезни, чешется. Да? Если будете расчесывать, только хуже сделайте. Это можно по всему телу пойти. Но если вы потерпите, не будете расчесывать этот зуд чувственного наслаждения, он успокоится, не будет все время чесаться, он успокаивается. А чем больше будете чесать, тем больше будет беспокоиться он. Понятно, да? То есть, и так, как он сидит, как он действует, когда нету, то есть, какой-то деятельности, нет необходимости в деятельности. Он, как черепаха, может оторвать чувства от их объектов. А, как я не знаю, как, что есть акция, нет реакции? Есть акция, но нет реакции. Такое тоже можно сказать, пожалуйста. А что это за момент, когда нет деятельности? То есть, как он может все время действовать? Вы идете в магазин, к примеру, купить там для Кришны... Что вы идете купить для Кришны? Фрукты. Фрукты. Прекрасный, белый персик. Вы вышли на улицу, и везде реклама. Там пятое, десятое. И человек сидит от хермунии, он просто идет, и он сосредоточен, он знает, с чего он идет, куда он идет, и что ему нужно купить. Но если вы выходите, и нас привлекают, начинают всякие другие какие-то вещи, и мы свои чувства не можем оторвать от них, то, может, мы даже до персика не дойдем. По дороге увидим где-то распродажу, будет еще что-то. Да, и наш ум, он нас затащит вообще в другие вещи, куда мы и не собирались идти. То есть, чувственные наслаждения они будут. Поэтому вот и простой пример. Это не означает, что он просто сидит, вот именно как сидит он, с ровной спиной, может он сидит, или с кривой, не об этом речь. То есть, что когда это не нужно для преданного служения, он свои чувства не вовлекает в эту деятельность. То есть, деятельность чувств и ума, в конце концов. Потому что ум, он начинает вылочиться за чувствами также. То есть, контроль мое чувство. Он умеет контролировать. И вы едете в таких ситуациях, они постоянно, постоянно. В поезде вы едете там с кем-то, с соседями, с какими-то. И вот они начинают во футбол, про рыбалку. И вас затягивают пообщаться. Можно вежливо как-то от этого всего уйти в себя. Но если вы действительно втягиваетесь, и вас еще прошли какие-то самскары. О, рыбалочку я любил, там, червячков там, насаживал на крючочки. И вы так увлекаетесь, что ваши чувства уже ушли, и ум ушел. Вы уже вообще не осознаете, кто вы. Что вечная душа Служанка Кришны, да? Вы уже рыбак. Или рыбачка. Такие примеры, они везде. То есть человек, он может в нужный момент, он хозяин чувства. Когда нужно, он ими пользуется. Когда не нужно, он их отрывает от объектов. И вот такие преданные санкиртаны, они доробикачны. Не могут растаять много книг. Это навык, который тоже пытается. Бывает так, вы распространяете книги, и человек стоит с вами и начинает куда-то уже уходить. Видно, что ему книга не нужна. Просто начинает, ну... Он ждет просто трамвай, на самом деле. Или автобус. И он с вами пользуется просто на время. Ну, ему скучно как бы. А так, Кришнаид. Начинает вопросы умные задавать, если еще что-то. И вы просто стоите, 15 минут с ним проповедуете ему. И когда приходит его трамвай, он садится и говорит, ну, спасибо. Мне ничего не надо вообще было-то изначально. Вот, я ждал трамвая. И вы себя чувствуете, такое ощущение, знаете, как будто вами попользовались немного. Но если вы контролируете свои чувства, уже не вы попадаете под его влияние, а вы попадаете под влияние духовной энергии. Всегда можно придумать позже. Сколько времени? О, мне надо идти. Видите, кушь. Я вот так думаю. В Санкиртане, например. Это разум. И это в жизненной ситуации везде. И он действует и так спонтанно, естественно. Не то, что это искусственная какая-то платформа. То есть, мы помним, что он действует от полноты своей. Если уже пошла про Джалпа конкретная, ну, вот прямо с кем-то вы общаетесь, и вам она неприятна, вы можете потихоньку, грамотно это оставить место. Не обижая и не напрягая даже никого. К примеру. Вот это очень практичная вещь. Да? Что он умеет контролировать свои чувства. Отрывать их от объектов. Понятен этот момент, да? В 59-м стихе будет продолжение. Для него вообще это тяжело? Достигнуть хермонию. Если он умеет творить внутри. Для него это естественно, на самом деле. Он развил высший вкус. И вот о чем мы говорили. Он наполнен внутри. 59-й текст. Давайте вместе прочитаем. Готовы? Готовы? Даже воздерживаясь от чувственных удовольствий, об обощенной в теле душа сохраняет вкус к ней. Но познав более высший вкус, она утрачивает интерес к объектам чувств, доставляющим наслаждение, а не утверждается в духовном сознании. То есть тот, кто познал высший вкус, считается, что он схит от хермуни, любопыт, будхи-йок, который удовлетворен в душке, он познал этот высший вкус, он наполнен внутри. Поэтому для него это совершенно естественное положение. Совершенно естественное деятельность. Он счастлив в духовной жизни. Комментарий Шапрухпады. Тот, кто обрёл сознание Кришны, естественным образом теряет вкус пустым мирским удовольствием. То есть я сейчас... Здесь, по-моему, в комментарии Шапрухпада другого вспоминают. То есть человеку неприятны не сами объекты, он ненавидит не сами объекты, знаете, вот так ненавижу этих... Майя, женщины это майя, он просто свободен от стремлений эксплуатировать эти объекты. И тогда он находится в очень устойчивом положении. Как Шапрухпаду, он ходил по музею, по Угру во Франции. Современные борцы за праведность, они по Байхабрухпаду начали критиковать, наверное, что в музей пошёл, зачем это надо? Он ходил по музею, и там зашли они в этот зал, где вот эти обнажённые фигуры, в Шапрухпаду ходил, разглядывал эти картины, за ним шли Саньяси, потупившись в пол, смотрел на них, стал улыбаться, говорит, а что, вам не нравится красивая женщина? Я, говорит, всех готов заняться в служении Кришны. Вот это разница, понимаете? Человека свободного от вожделения и человека, который в виде объект, сразу же хочет его использовать, эксплуатировать. Лучше в чём в вожделении. И поэтому Кришна здесь раскрывает Арджуну какие-то тонкие нюансы, тонкие детали. Шестовый текст. Чувства так могущественные и напористые у Арджуны, что способны силой влечь за собой ум даже того, кто владеет духовным знанием и старается обуздать их. Шабарбада приводит это пример Бишваметра Муни Меноки. Бишваметра Муни это не просто йог, знаете, какой-то учитель йоги там. Это величайший мудрец, но который чувства контролировал совершенство. И его много раз разные абсары пытались сбить с толку. Каких-то он сжигал сразу. Менока уже знает, а то близко не подходило, а то как колокольчиками звенело. Бишваметра Муни величайший и величайший мудрец и аскет. И то пал жертвой. Одно лишь чувство, слух. Он даже не видел ее. Мы это сам однажды давали лекцию именно по этому стиху. И мы раскрывали эту деталь. Потом такая тишина. И какие-то соседи, там офис какой-то был. И такие каблучки. Кришна показал. Смотрите, мы даже не видим, но вот это. Она просто прошла на каблучках. И у мужчины может он просто за ней пойти. Еще не понимаю, может там старушка такая прошла. Или принцесса. Ну, конечно, все будут себе кого рисовать? Принцессу, конечно. Или принца. Другую ситуацию. Смотрите. Итак, ум, Шабарпада пишет, если он не сосредоточен на Кришне, то есть, если он не сосредоточен на Кришне, его невозможно удержать от материальных мыслей. Вот так-то. Поэтому, пропады говорил не то, что у меня нет, вожделений нет времени. Это одно и то же. Если мы сосредотачиваем ум свое сознание на духовной практике, май не может войти. Но если мы не сосредотачиваем, ум знает, как себя занять. Если у нас нет спонтанной ради привязанности к Кришне, да, ум он будет привлекаться, прилипать к этим объектам материальное наслаждение, материальное чувство. Вот вкус, здесь вот то, что это знание, в воде духовным знанием и вкус выше вкуса. Здесь знание? В воде духовным знанием? А, гьяна и руль? Это есть разница, например, можно вводить знанием духовным, да, а гьяной, но вкус, вегьяна приходит, когда есть вкус. Здесь вегьяна, ой, вегьяна. Здесь говорится о духовном знании, что у него есть информация, как там. И, или что он может спать, то есть, имеется там, когда вы говорили, что выше вкус, то человек уже, но теряет интерес выше вкус. Здесь говорится, что он может спасть. Он может спасть, вкус не настолько еще вырос, что это, здесь просто я говорил, помните про падал, чем я от вас отличаюсь? Тем, что боюсь мая. Да, тем, что вы не боитесь мая, такие смелые, уверенные в себе люди, вот. А я, говорит, боюсь мая. Вот это сознание, я боюсь мая, это что означает? Я завершу от Кришны, я не от себя, не на свои силы опираюсь. Да, но смирение надо раскрыть, в чем смысл. Много нюансов. Здесь конкретно, чем Ассуру и Ассуру отличаются. Преданные они зависят от Кришны. И чем дальше они продвигают в своей духовной жизни, тем они больше зависят от Бога. И вот эта зависимость от Кришны, это то, что связывает в конце концов Кришну. Поэтому здесь говорится, да, что человек, даже вставший на этот путь, даже идущий по нему, но он должен быть очень осмотрительным. Потому что одно неосторожное движение, и ты можешь сойти из пути преданного служения. Пропадает, как лезвие бритвы, да, можно хорошо поприться, а можно порезать санечаянно. Острый очень путь. А к чему он нас призывает, чтобы даже ни одно чувство никуда не ускользало, что все чувства надо занять просто. Если все чувства заняты в служении Кришны, тогда ума и шансов мало. Вас отлично. Она будет пытаться, стараться, капучками ходить, но вы погружены сознанием Кришны. И так надо повторять святое имя. Мир должен для вас исчезнуть на какие-то шестнадцатые годы. Вот это внешние. Гаджеты, телефоны, мысли какие-то. Вас вообще не должны беспокоить шумы, на улицах, там еще что-то. Вот так, это святое имя. То есть мы так научимся повторять, тогда мы преодолеем противопады дальше пишет сознание. Кришна приносит такую огромную духовную радость, то по сравнению с ней мирские удовольствия кажутся безвкусными, даже противными. То есть, если нам еще не приносят радости, тогда просто надо понять, что у нас просто нет сознания Кришны. Не то, что утверждение неверное, просто мы не готовы. А просад, просад, всем же нравится. Не знаю. Но это же духовное. Смотря что делать с просадом. Спасать его, знаете, давайте спасем просад. Мы не можем спасать просад. Просад спасает нас. Мы его почитаем и служим ему. Если вы служите просаду, это духовная деятельность. А если наслаждаемся? А если мы наслаждаемся вкусной едой, вкусовые бугорки. Если сегодня вдруг просад не досолили, он уже не такой себе привлекающий. Правда? Отдельная тема. Не будем про просад. Вы, конечно. Он поднимается. 61-й текст. Да, 61-й. Почему все-таки Йок он испытывает это блаженство? Почему? Это важный текст. 61-й. Почему его разум устойчивый? Почему он с хитатхирмунник? Сосредотачивый ум на мне. Да. Мат-парага. Даже более того. Мат-парага как переводится? Связанный. Связанный со мной. Того, кто обуздал чувство, держа их повиновение, сосредотачивает ум на мне или связывается со мной, называют человеком устойчивым разумом. Вновь и вновь. Здесь вот уже как раз Кришна раскрывает причину, почему этот человек удовлетворен. Потому что он обладает сознанием Бога, сознанием Кришны. Здесь Кришна прямо указывает на себя, как на объект преданности в этом стихе. Мат-парага. Не говори там просто Бога. Мат-парага. На мне. На мне. Сосредоточь свой ум на мне. То есть обуздал две вещи. В первом стихе можете отметить. Первый – обуздал чувства. Второй – сосредоточь ум на Кришну. А это уже отвечаем на подходе? Нет, это еще. Он объясняет, почему ему легко оторвать чувства от их объектов. Поэтому, в принципе, это все ко второму. А к третьему вопросу относится. Он объясняет, что он отрывает их, как черепаха. И для него это естественно. Почему? Потому что он их к чему-то привязал. К чему он привязал? Мат-парага. Он сосредоточился на мне. Понятны эти моменты? Да, достаточно простые понимания. 62-й текст. Со сердца и объекты, приносящие наслаждение чувством, человек развивает привязанность к ним. Из привязанности рождает наслаждение, из вожделения гнев. Известная вот эта цепочка стихов, где Кришна описывает, что же происходит с человеком, если он не сосредоточен на Кришне. Если он не Мат-парага. Если он не медитирует на Господа. Он начинает медитировать на объекты чувственного наслаждения. И он так устроен. Этой природой, умал на Тамарном, он всегда стремится на чем-то сосредоточиться. Это его функция. Если он не сосредоточен, к чему-то прилипнуть. До этого чувствовать. Глаза, звук, не только раз какой-то там, звук там. Раз ум уже туда привлекается. Что-то форму увидел, запах какой-то. Ум уже туда погружается. Поэтому здесь это тоже важный стих. Давайте все вместе прочитаем. Сейчас второй цепочек. Готовы? Дхи-я-то-ми-шай-ан-пу-м-сак-санга-стэ-шу-паджа-я-те. Санга-сан-джа-те-кама-кама-кротха-би-джа-те. Итак, созерцая объекты чувств. Созерцая. Какое слово на санскрите? Дхи-я-то-дхи-маги. Дхи-маги это что такое? Это не просто созерцая, это медитируя. Даже если вы не видите, но в ум они пришли. Бум, что-то попало. Картинка какая-то, да? И вот человек с материальным саном начинает вот эту картинку мусолить. Развивать дальше мысли, да? Вот у него. Это тоже, это тоже хи-маги. Да? Вот это и есть созерцание. Итак, созерцая эти объекты чувств, приносящие наслаждение чувством, человек развивает привязанность к ним. Он начинает думать, как их использовать. И естественно, он в уме уже привязался к ним. Он уже их использовал в своем уме на самом деле, да? Он уже насладил чувства. Видит красивый фрукт, красивый апельсин, яблоко, и ум сразу уже его попробовал. Да? Поэтому созерцая эти объекты чувств, он привязывается. А вот из этой привязанности рождается вожделение, из вожделения гнева. Какая-то больше, что смотрите. Из привязанности вожделения или из отвращения, из привязанности либо отвращения, все равно это чувство, в принципе, одной и той же медали, да? Кто-то наоборот, говорит, я там, знаете, какая есть история про Брамачари. В Брамачари шли, и был такой ручей, и там женщина стояла, не могла перейти через эту реку. Вот я Дим Брамачари взял на руки, перенес ее, и дальше пошли. Через два часа второй спрашивает, Суши, ну как ты все-таки могла женщину взять руки и коснуться женщины? И перчат, Суши, ну я ее, говорит, минуту, у нее стыж два часа еще в своей уме. Это не говорит о том, не оправдывает о том, что Брамачари мы должны неправильно совести. Это в другом истории, что мы носим что-то внутри, как редиска. Знаете, красная снаружи, она белая внутри. Шаврановая снаружи, редисочка, белая внутри. Поэтому очень важно, каково сосерцание и какова привязанность внутри. И сотрещение вот из этой ненависти, анимая, анимая, все время только думают о них. То есть, у меня вопрос был, когда от мяса воротик, как вы сказали, что давно с этой камеры, что же получается привязанность остается обратно? Нет, здесь другая вещь. Здесь просто высший вкус уже действует. Губы скриваются, скриваются, я сплевываю. И когда вожделение не улетворяется, оно чаще всего не улетворяется, более того, скажу, оно никогда не улетворяется. Для тех, кто еще питает надежды какие-то в этом материальном мире, оно никогда не улетворяется. На время, да, какое-то и есть улетворение, но потом с новым огнем оно вспыхивает, это вожделение, это желание. Всегда возникает гнев от неуртворенности. Если даже посмотреть, ну, взять Советский Союз, да, например, вот, если откатиться чуть назад, ну, из самых таких развлекательных программ, ну, не знаю, там, съезд КПСС показывали, я помню, какой-то концерт с крипичной музыкой, там, там, ну, два канала обычно были, лебединое озеро, там, да, из чувственных наслаждений было. Не так много было вожделения. Объекты не мелькались. Была цензура постоянная, в книгах, везде. Вот, объекты не мелькали перед глазами и привязанность не возникала. Ну, ЦК КПСС сложно развить привязанность. Даже если очень сильно постараться. Но было меньше, на самом деле, меньше беспокойств. Сто процентов, я помню, на улице было меньше агрессии у людей, меньше гнева. Что такое агрессия? Вот это нелетворенный гнев. Сейчас вся доступность, этот интернет, любые объекты чувств, любые. Да, самый такой был фильм, но в Советском Союзе, ну, развратный. Наверное, Волга-Волга, например, или с легким паром это все показывали. Но сейчас, когда такая разглузнанность и вседозволенность, людям кажется, что это свобода, это иллюзия, свобода и иллюзия. Никакой свободы нет, люди пропущены, они рабы своих чувств. Ему кажется, свобода, там попрыгал, здесь против кого-то повыступал, свободный человек, хочу Мальбург, хочу Бевоморканал. Да нет, ты не свободный, ты раб привычки. И поэтому, это естественный момент, поэтому правительство должно задуматься в своих странах, если люди не хотят уменьшить количество насилия, преступности, то не должно быть разглузнанности, не должны объекты соприкасаться с чувствами, постоянно культура должна быть. Даже в России, в Древней Царской всегда были отдельный институт, школа для девок, там институт благородных девиз был в Смольном, да? Одни девочки учились там, они мальчиков не видели, мальчики отдельно учились. У них успеваемость была поразительная. Кстати, я изучал историю недавно и смотрел, кто педагогами, в основном немцы были педагогами, немецкие леди, очень такая жесткая дисциплина. И воспитывалось благородное поколение аристократичных людей. Поэтому вот этот ответ здесь тоже тонкий заложен, что гнев это проявление нетвоенного вожделения просто. Вожделение, оно проявляется. Про Падо говорил, думаете, в наше время не было вожделения? Было. Он про свои годы описывает, 20-е годы. Было, но чтобы были дискотеки, такого, говорит, в голову никому не могло прийти. Когда приехал в Америку, на Запад он стал смотреть, как идут себя хиппи, он был в шоке. Поэтому эта культура, она сдерживающий фактор тоже носит определенный, да? Самомудрие. Итак, медитируя на эти объекты, через созерцая, возникает привязанность из привязанности вожделения, из вожделения гнева. Понятна эта цифрочка? Здесь ясно, что здесь определенный образ. 63-й текст. А что возникает, когда гнев приходит уже? Все, человек разгневался. Я заблуждение. Да, да, падает планка. Гнев порождает полное заблуждение, а заблуждение запревает память. Вслед за памятью пропадает разум, и тогда, лишившись разума, человек снова погружается в пучину материальной жизни. То есть, гнев порождает заблуждение. Человек неадекватен. В гневе нельзя отвечать на письма. Знаете, вы получили какое-то письмо, и вам хочется сразу же или какую-то ответить. В том, сто раз пожалеете. Бывает, да, такой опыт? У меня такой опыт, если такое письмо захотелось написать, отложите до утра. Утром я перечитываю, и все так думаю, боже мой, хорошо, что я не написал ответочку. Все переделываю из-за того, уже так спокойно, безрозволенно, рассудительно, в сознании, конечно. Поэтому, что если мы движемся движимым гневом, то мы не совершаем никогда правильных действий. Всегда ошибки какие-то, за которые потом приходится расплата. Хорошо про Санкирта, но один преданный Санкиртана рассказывал историю, что он распространял книги, в общем, и в нее никто не брал книги, естественно, он был немного, мягко скажем, привязан и разгневан. И подошла женщина, она распространяла вот эти бумажки, там какие-то на Невском проспекте, приглашение куда-то. И он, говорит, я, говорит, на нее просто заорал, в таком гневе был, просто, что ты тут своими бумажками, там, и бишь, я могу, отбит учитать буду сейчас, там, сяду. И он прямо почувствовал внутри такое осквернение от этого гнева, что Кришна не был доволен вообще. И он не мог успокоиться в несколько дней, ездил на скалы, чтобы извиниться потом. Такая ситуация, такое возникло. Это вот опыт переживания. Поэтому гнев, он приводит к помешательству. Даже вроде бы правильной деятельностью занимаете, а она какой-то ерундой, пришла с какой-то ерундой. Нет. Он порождает заблуждение, потом затмевает память. Что значит затмевает память? Что, он забыл себя? Он забывает, как себя вести. Что правильно, что неправильно. Он забывает, он теряется в этот момент. Благодаря влиянию или будет божественным, он не может принять правильное решение. Поэтому в затмении находится. Он же это читал все. Он курсе бхактиша астры прошел. Все знает, конспектик вел, записывал все аккуратно. Но когда он попадает в эту ситуацию, как будто все забыл. Как будто и не было никаких курсов во Вриндаване, да? Поэтому память она входит в забвение. Лишается разума и погружается в пучину материальной жизни. Вот, понятен? И вот как раз начиная с 64-го стиха начинается ответ на четвертый вопрос. Как же он ходит? Ходит ли он вообще? То есть, и к другим местам, как он занимает свои чувства? Как он занимает свои чувства? 64-й текст. «Итак, тот, кто следует регулирующим принципам свободы, красиво, да, регулирующим принципам свободы, избавляется от всякой привязанности и неприязни, и держит свои чувства в гости, может в полной мере обрести милость Господа. Просадом, вот, хигачка, и вот про просад. Сегодня, хигачка. Просад – это милость переводится, да, и мы можем обрести просад, даже в Икадыше. Но необходимо иметь определенный адхикарагат, вешай муктасту, вешайан, ингрияш, чаран. Мы должны спокойно относиться к соприкосновению чувств и к субъектам. Это не должно у нас вызывать какое-то беспокойство в уме. Да? Пропада пишет, такой человек думает только о том, как ультворить Кришну и ни о чем другом. Поэтому он выше мирской привязанности и неприязни. Вот она, мирская привязанность и неприязни. Друзья, в радие, рагат веша. Он выше этого становится. И как он действует? Действует по указанию шастер, да? Тот, кто следует принципам свободы. Понятно, как он действует, да, человек? Как он ходит? Он вовлекает свои чувства в процесс приданного служения. Для того, кто, идя этим путем оплевывает варенье, в сознании Кришны, Пропада пишет, уже не существует родственных страданий. Благодаря этому удовлетворению разум человека быстро становится устойчивым. То есть, благодаря этому удовлетворению. то есть, опять о вкусе. Вновь и вновь. С разными, под разными углами Кришна это распирает. Здесь немножко похоже, как ходит и как сидит. потому что похоже, для Кришна это все похоже. Все комментарии Пропады, да, они похожи. Потому что, когда мы говорим об акте, то есть, суть одна, если мы привлекаем чувства, суть первого, что мы отрываем чувства, когда не надо. А суть третьего, да, то есть, вопроса, он умеет отрывать чувства, вот, когда не надо. А суть четвертого, что он и может занять правильно. А метод тоже? Метод тоже, метод тоже привязан с Кришней. Для имперсоналистов, поскольку все-таки надо быть честными, и эта глава, она не только для преданных посвящена, да, будхи йога, могут и персональные люди заниматься. Там немножко другие техники, другие вещи. Ну, кто может сидеть в медитации, оторвав чувства там, ну, два часа ты посидел, помедитировал, на ней очень непрактичные вещи. Вот смотрите, здесь держать чувства в узде, и там как-то делать? Похоже, суть в том, что он, как черепаха, она когда надо, то не всегда в панцире сидит, когда надо голову из панциря тоже вытаскивать. Она действует, попал два года там по своим черепашям, диван. А когда не надо, она чувства отрывает от объектов. Она сидит. Когда надо, она ходит. А здесь тогда? А? А в этом стихе тогда? В этом стихе он говорит, что, да, ему надо идти, надо как-то заняться, действовать. Но для преданных, смотрите, это все две стороны одной медали. Держит чувство в узде, может, полный мир области. Держит чувство в узде, значит, знает, как это правильно занять. Здесь дается целая характеристика с хитат-хирмуни, вот эти вопросы. И Арджуна объясняет, Кришна объясняет Арджуне, да, он может контролировать свои чувства. Когда надо, он сидит, когда надо, ходит. Когда надо сидеть, он отрывает чувства от объектов, не вовлекает их в ненужную деятельность. А когда надо вовлечь, он вовлекает. Но поскольку мы берем уровень преданного служения, для нас это один и тот же процесс. Мы всегда медитируем на Кришну. Поэтому нам не остается времени медитировать на что-то другое. И в этом решение. В этом решение, да. В этом решение. Они похожи, все вопросы, в принципе, об одном. Да, здесь, наверное, то, что он избавился уже от непривязанности, привязанности, непривязанности. Он избавился от этого человека, у него такое сознание, недвойственность. Другое сознание. Другое сознание. Там он усиленно, как бы, не трогает. Усилий нет нигде у него здесь. У него парандрис, он не вортоте, а у него вкус. Черепах. Да, у него это не, он это делает без усилий, просто ему неинтересно. Интересно в следующий стих, когда вкус разбудит. Он говорит сначала, как черепаха, у тебя же... Что означает? Что означает? Разбудишь вкус, ему что-то уже неинтересно. Ну, это следующий стих, 59-й. 58-й. Он говорит, что как черепаха, вся будет сначала. Сейчас, 64-й назад. Потому что мы предыдущие подсидели. Это не поймите, вот этот вектор, это направление, просто две вещи. Ему неинтересно материально, интересно духовно. Вот это уровень, сетахермуния. И он проявляет себя в разных жизненных ситуациях, именно это основная его характеристика. Основная характеристика. Здесь он действует, очень важный момент, в чем разница? Он действует на основе шастер. Ну, вот указанные стихи. То есть это ловно, который уравняется? Да, естественно, он сверяет, сверяет свое понимание, свой будхи, свой разум. Разум оттачивается на шастер, на понимание, что из себя представляет этот материальный мир и духовная реальность. Дмитрий Махаровский в этом лекции сказал о том, что вы ориентируетесь на парамат. Он информативно говорит ничего, чего бы не было шастер. Да. Да. Потому что каждый по-своему может понять утверждение, ориентируется на парамат. Кто-то просто на платформе ума, он живет и думает, что он связан с параматом. Дам праву, это просто эти два вопроса, они раскрывают две стороны одной и той же вещи. И так, 65-й, 66-й текст. Тот, кто не установил связь со Всевышним, не способен удухотворить свой разум и сосредоточить ум. Такой человек не знает умиротворения, а без умиротворения разве можно быть счастливым? Почитаем все. То есть на контрасте Кришна показывает, что человек, если человек отклоняет ум и разум от Кришны, он не может быть счастливым. Буддхи, мулдхи, ситхи, камни, сакали, ашан, тогда мы знаем эту штуку. Только Кришна-бхата, не ишкама, сатария, и ваше, ашанта, шанти или умиротворение может обвести Кришна-бхата, не ишкама, который свободен от материального желания. Потому что, еще раз я говорю, если мы не сосредотачиваем на сознании Кришны, он будет искать встречи с объектами чувств. Так устроен этот мир. Пропада пишет, сознание Кришны это единственное, то есть это естественное умиротворение, обвести которое можно только в общении с Кришной. Глубокие вещи мы сейчас просто как бы обозначаем, и каждое из слова, конечно, обладает огромной глубиной, что значит обрести сознание Кришны. Нужно в жизни почувствовать и получить этот опыт непосредственно связи с Верховной Личностью Бога. Не просто связи, а зависимость от Него. Вот когда в жизни мы реально получаем этот опыт зависимости от Кришны, вера, естественно, наша уже сильная на этот момент, тогда защищенное положение мы ощущаем, что Кришна Он заботится о Своем бредном. В одной лекции пропадает, что пропадает, ну вот это здорово, молиться, там, дай хлеба, там, еще что-то, дай, милосипед. Потом пропадает, но Господь кормит столько же существ, неужели Он не позаботится тем, кто предал с Него? Не нужно беспокоиться. Он сразу такое умиротворение настигает после этой векции. Но это его реализация, но это может еще не наша реализация, правильно? Но в настоящее умиротворение приходит, когда мы действительно ощущаем заботу Господу, что Он заботится. Может, иногда не так, как бы мне хотелось, это другой вопрос. Кришна у него свои планы, на каждого из нас. Но он заботится о каждом из вас, как они при этом. Вопрос осознать это просто. Когда это осознание приходит, приходит у миротворение и уходит страх. Это важные такие стихи здесь. Это вот уровень сознания этого будхи-йога. Да, пожалуйста. Почему вначале всегда идет умиротворение, потом счастье? Просто в чем связь к нему? Потому что счастье, оно зависит от умиротворения. Если он беспокойно, потом счастье может быть. То есть у тебя будет даже вот этот рот с хлебом, будто ты не умиротворен, ты не потешишь отмиротворение счастья, да? Если он беспокойный. Он беспокойный? Да. Сейчас. Почему вопрос такой был? Почему счастье как-то сравнивается с умиротворением? После умиротворения. Что такое умиротворение? Умиротворение это спокойствие ума. Когда полный себе чувство внутри все все пошло. пошло. Смотрите, дорогие педаны, это хороший глубокий вопрос, я раскрою еще больше с вашего позволения о том, что говорит Джио Бхагаслава описывает духовный мир и духовные тигры Радхи Кришны. Их нельзя понять с помощью просто платформы ума. Они открываются через расу, через вкус, через определенный вкус. Мы можем книжки прочитать, как Ишода любит Кришну. Ну прочитаю, сто раз читали уже. Но это означает, что мы поняли и осознали вот эту любовь Ишоды. Когда развивается определенный вкус, мы можем прочувствовать на определенном духовном уровне, эта раса может открываться живи освобожденной, как она любит Кришну, испытывает. Это реальная вещь. Это когда мы голодны, прападхи поели, нам не нужно доказывать, что мы сыты. Получаем этот опыт. Вот с самого начала есть какой-то вкус, даже Нур-Мишратхи. Но он смешанный с этими мотивами, потом идут Ништха, более освобожденный вкус, потом ручий как таковой уже. Но это тоже еще нечистый вкус. И вот это одно утверждение. Второе утверждение Джима Госвами сразу делать, но без спокойствия ума вы не можете вкус ощутить. Это простая вещь, не тяжело понять. Если например наш ум подобен лужице и мы туда кинули камень, она расплескается. Любое беспокойство она будет выводить нас из равновесия. Всякая ерунда. Нам не будет казаться ерундой. Серьезные такие проблемы. Иногда знаете преданный приходит с проблемами, но если честно их бы не проблемы что называется. Не бы то есть на оборот не бы и проблемы. Но это вообще не проблемы. Какая всякая ерунда беспокоит люди. Если они чуть-чуть я думаю проблем бы капнули. Чуть-чуть каплю. Они подумают что их проблемы вообще не проблемы. Просто счастье было я жил счастливым. поэтому если ум подобен безбрежному океану туда ты кидай камни не кидай вообще не выходят из равновесия безбрежного океана. Поэтому ум подобен этому океану. Он не приходит волнение и беспокойство. Поэтому это умиротворение крайне важно чтобы обрести ручь и вкус. Без этого не будет счастья. Понятна эта цепочка? Человек обретает умиротворение благодаря духовному разуму и выделенной на полность. Если копнуть глубже вы поймете что в момент смерти все эти игрушки которые мы играем они не так важны. Вообще не важны. Внешние какие-то игрушки. Даже в обществе нашем какие-то игрушки должности есть еще что-то какие-то положения это все просто игрушки. В момент смерти никто не будет спрашивать был ли ты президентом храма или ты ему посуду и туалет убрал. Нет будет важно сколько ты сознания Кришны сколько ты вкуса разбил чтобы дальше прогрессировать или в мир духовный мир отправиться или получить какое-то тело получше. Вот это важно в наше сознание и здесь как раз об этом говорится что если этот хитатхермония он отошел от двойственности от внешних каких-то обозначений он видит суть. суть это насколько вы любите Кришну вот и все насколько вера хотя бы сильная вообще вера в Бога есть может нет никакого Бога Кришна это придумали чтобы ездить в Блиндаун всех разный уровень сознания но если человек действительно обрел веру и обрел не просто веру а отношения развил с Кришной через вкус он может дальше двигаться и постигать даже такие глубокие вещи как отношения Кришны с его вечными спутниками поэтому это очень важная цепочка без умиротворения что там говорить о какой-то духовной практике это все очень поверхностно Кришна дальше скажет Баба Брама Мута Прасан Адма Шотчете Накан Шотчете Самах Сарай Шуб Тишум Адбхати Мабхатэ Парам что на самом деле Бхакти только с уровня освобождения начинается с уровня освобождения начинается Бхакти а до этого там борьба с умом японская мы что-то там боремся с своим умом там разделение еще какие-то речи живем на каких-то искусственных проблемах проблемы семьи проблемы там ашрама моего там меня не утворяют что-то вашим вас не должно утворять рождение смерть старости и болезнь самое важное остальное походу это служение ваше вы служите в этом материальном мире миссию вытвергаете понятие на этот момент что это очень связано развитие дальнейшее глубокое с умиротворением низкое это умиротворение это означает что у вас уже вот этот мир не собьет столку вы не оставите практику и не оставите исполнение своего долга понимаете да это такое время сознания иногда хочется не то что это все время экстаза но это стабильность понятие на этот момент да что не обретя это умиротворение человек он не может достичь счастья чтобы он объясняет это по-моему легкая вещь для понимания что если у меня беспокойство то нет счастья да а можно по поводу ума по поводу ума можно не то что контроль это определенное состояние сознания ну а если все-таки какие-то беспокойства куда-то ты идешь в верном направлении означает да это называется мы совершаем садхану под указанием в каком направлении идти гуру и шастра под руководством гуру и снова на шастрах мы движемся в правильном направлении мы на этом уровне но в какой-то момент джива достигают такого состояния что он находится в полном спокойствии и даже вокруг могут быть какие-то беспокойства это не будет его беспокоить сознание точка свободы пока вы примите что такое можно достичь это ответ это ответ или это вопрос это ответ садитесь здесь два окреста однажды спросили у нас духовно что такое гоноблагости он сказал тяжело тебе объяснить тебе тяжело весны поскольку ты не нахуйся поэтому просто надо понять что умиротворение это определенный этап нишская это еще не прямо но это тот знаете если вы едете в какой-то город отправляетесь в Дели например из Линдауна дай бог наоборот из Дели едете во Линдауна и по дороге есть разные города какие-нибудь какие там города есть Пур какой-нибудь или Бат и в карте это указано чтобы достичь Линдауна вначале нужно достичь промежуточных станций это нормально но конечная цель конечно же не шанти не умиротворение конечная цель Линдауна где он полон беспокойства Кришни но это другая тема понятие на тот момент да связь между умиротворением и счастьем что-то понимается на связи 66 стих будет говорить о том а мы 66 стих и прочитали как раз то сознание Кришны это естественное умиротворение обвести которое можно только в общении с Кришной Бруппады говорит где его можно взять обвести 67 мы теперь читаем дальше Кришна все равно предостерегает что даже одно чувство оно может увлечь разум опять напоминает как сильный порыв ветра уносит лодку так даже одно свободно буждающее чувство не занятое на котором сосредоточен ум может увлечь за собой его разум 58 стихе он называет его как что переводится да могучи руки Арджуна почему могла баха могучи руки ты можешь обуздать своих врагов он говорит он обращается вдохновляет и так же обуздай свои чувства поэтому могучи руки Арджуна тот кто отстранил свои чувства от объектов чувств несомненно обладает устойчивым разумом то что для всего вот здесь очень хорошая тоже аналогия пошла 69 стих день и ночь да день и ночь чем отличаются мирские люди и человека который достиг стабильности в духовной жизни то что для всех существ ночь для владеющих собой время возраст когда же все существа пробуждаются для мудреца чей взгляд обращен внутрь наступает ночь то есть хитопраги не затратливает дух чувственное наслаждение который везде наполнен он пропитан этот мир этим духом поэтому вы можете в какой-то момент заметили что это два параллельных мира и все равно материальный мир и жизнь преданная абсолютно разные ценности заметили да в какой-то момент мы с этим сталкиваемся здесь четко говорится это как день и ночь поэтому это не так-то просто соединить увидеть эти вещи о чем это говорит в принципе что мы не из этого мира шепурпады часто говорят я не из этого мира в 70-м тексте еще раз опишется его характер этого сита фирмония тот кого не беспокоит непрерывный поток желаний подобен океану который никогда не выходит из-за берегов хотя в него впадает множество их похожие примеры налоги океан впадает но он не беспокоится от этого только такой человек способен обрести умиротворение а не тот кто всегда стремится удовлетворить свои желания вот этот невозмутимо здесь и так описывается сейчас мы дочитаем пару стихов истинное умиротворение обретает лишь тот кто полностью изжил себе стремлением к чувственным удовольствиям обмиротворении да был вопрос если постоянно зуд чешется и вы хотите удовлетворять свои чувства постоянно не к тому не придет конец это все равно что поливать огонь маслом или бензином в нашем случае вдруг вы хотели затушить костерчик и туда блеснули пару ведер бензина чумный угар не утихается поэтому если мы в своей практике в духовной вновь и вновь делаем попытки творить свои чувства не надо удивляться что у нас очень высокий духовный уровень не надо этому удивляться есть такое понимание советует даже прожить и потом это все отваливается конечно куда оно отваливается Бхага говорит никто никого не отваливается даже на смертном адре ничего никого не отваливается надо наумить конечно не проживается вожделение не проживается беданно это иллюзия оно на какой-то момент утихает когда чешется потом с новой силой самскара это остается сознание с новой силой она толкает человека поэтому что нужно сделать нужно найти свое место в арне аш правильно и там есть определенные правила предписания как зуб чесать кому каждое свое каждому свои какие-то правила ограничения другой момент что если человек неправильно занял свою варную аш тогда он будет беспокоиться он не прожил свой аш и будет беспокойствие пребывать на старости лет если он например всю жизнь промочаряш не то что он не получил опыт семейных отношений здесь это будет более уместно это не означает что сам принцип он меняется контроль и чувства он не меняется вожделение нельзя удовлетворить это 100% нельзя оно все равно вновь и вновь из жизни в жизнь будет вот эта сильная самскара заметили у вас есть сильные самскары слабенькие такие слабенькие здесь что-то нахватались уже в этой жизни но если какие-то желания они прям сильные такие в жизни жизнь беспокоит вожделение нельзя сам принцип но если ты занял неправильное место это тоже беспокойство как слон ганджендра он воюет с крокодилом слон сильный сильнее крокодила но он где не в своей среде находится не в своей машине не в своей варне ему тяжело поэтому здесь не нужно ложных отвлечений уже играть ложные какие-то вещи каждый пусть займет свое место и тогда у нас будет виском все процветать не завидуя другим при этом понимаете снятие это не тот у кого платиновая карточка высклон хорошие много последователей а тот кто должен способен жить под деревом и так же быть счастлив как жиле во дворце я извиняюсь но это факт вот это понимание должно отречение у человека должно быть отречение за внутренние на полности тогда он может принять занятие это важный момент поэтому лучше честно занять свое место быть честным дворником как пропад а потом скажет чем притворщик мы еще коснемся этой темы это же обзор только баба здесь это все точно будет глубже так у нас небольшой итог мы подведем 72 стихи таком путь духовной жизни посвященный Богу вступив на него человек освобождается таков иллюзии и даже если божественное сознание придет к нему лишь перед самой смертью даже перед самой смертью за несколько мгновений он получит право войти в царство Бога но никто не может понять на самом деле да мы не смертными вот он такой такой мы не можем понять радхаране она может проявиться буквально за несколько секунд в момент смерти перед смертью человека здесь вовремя да не да и человек обретет увидеть высшее счастье умиротворение освободится от тревог и попадет в духовный мир вот такой вывод дорогие бьянцы я прочитаю еще про пада в конце как раз пишет Шива Бхактинак Такур пишет что вторая глава Бхагавадгиты представляет собой сжатое изложение всего этого произведения как в принципе прапада и назвал основные темы Бхагавадгиты карма гьяна бхакти йога и вторая глава Бхагавадгиты подробно описывала карма йогу и гьяна йогу а также дает некоторое представление бхакти йоги что по сути делу и является кратким содержанием всей карма гьяна бхакти в принципе вот эти ну там мы еще знаем гьяна появятся какие-то давайте подведем небольшой итог и раздел и так вот этот раздел что описывал стихи с 54 по 72 ситатхирмуни сегодня подтвердившегося в самадхе и каково его основной признак он улетворен и поэтому и поэтому и поэтому да он не заинтересован чувственным наслаждением он погружен в себя внутренней энергией внутренней энергией и черпать счастье в духовной жизни в духовном экстазе возможно в нашем случае возможности служить Кришне просто если есть сама такая возможность мы должны быть счастливы а не то что с таким видом опять надо пойти ну пойду ладно послушаю еще одно ваше науке ситатхирмуни об этом в принципе вся глава и он задал Арджуна четыре вопроса чтобы убедиться все-таки понять каковы признаки вешенача кровать говорится не о внешних вещах хотя это кажется что это внешне как ситка входит он объясняет что это говорится внутренним его сознанием внутренним пониманием жизни о чем говорит о Кришне он говорит о Кришне и все что связано с Кришне да как выражает свои мысли на каком языке на языке преданности и смирения зависимости от Бога потому что человек который зависит от Бога он невозмутим он не возмущается да у него нет повода для возмущения он наоборот еще только благодарит Кришну что так удивительно как сидит то есть в случае когда нет необходимости заниматься активной деятельностью да он чувство оттягивает как черепаха от объекта но когда есть какая-то активная деятельность он чувство вовлекает в эту активную деятельность для цели самосознания большая глава достаточно много информации Кришна да вот такая вторая глава есть ли вопросы пожалуйста можно ли сказать что когда когда то есть день то что ну такая патча ничего не получается можно ли сказать что есть привязанность к плодам вопрос следующий был да что если правильно его слышу что если при этом говорят что я такая патча вот то это привязанность к плодам это вопрос с вами объясняют что есть разные виды смирения естественное смирение ващнава когда бахтян табур говорит что он падший когда мы говорим что мы падшие это просто соответствует действительности понимаете да я действительно падший мы не должны говорить но я такой падший ну наверное даже более падший чем бахтян от такого как я просто червяк в навозе да и когда предан я можешь послушать убрать коврики после бахтеша я такой падший я не знаю достойный это тогда конечно это вариант гордыни просто вещи тебя просто сделать и тут играешь и вся роль как падший шабарпад знаете как ответил ты сам когда пришел такой один человек хороший потом с вами же я просто падший что там говорит я самый падший и пропад он ответил ты говорит не самый ты просто незначительный понимаете просто незначительный и самый падший это разные вещи поэтому это другая сторона гордыни я я я я я продвинутый я падший я я я и моя духовная жизнь понимаете да то есть человек как избавляется от беспокойств когда он не на себя внимание направляет а на других и помогает им тоже служить кришне махья махья как действует и так это его сознание вытягивает его из болота я не мою поэтому каждый случай индивидуальный когда великие ачарии говорят что они падшие народам даст так мы понимаем что это видение утам адхикария которое вообще не поддается пониманию не может сейчас с вами сесть конечно обсудить с разных сторон как чувствуется утам адхикария то есть но если преданный говорит я падший надо понять в какой ситуации для чего он это если я говорю что я падший не хочу делать служение это все равно другая часть если человек открывает свое сердце просто духовному научителю тут ничего нового не привнес гору и так знает что он большая поэтому не 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 стать с хитом хермуни вот еще не беспокоиться и подняться на уровне стабильности стабильное исполнение долга уровне стабильное исполнение долга то что нас как раз и завышать спотыкается вставать ребенок когда бежит он спотыкается иногда но не валяется жив пыли сегодня наблюдал мальчиган вот такой наверное бегал там есть такая дорога по ней бежит упал поднялся опять бежит это важно даже если у нас какие-то удачи постигают для полной жизни разочарование ничего страшного понимаете сидите дальше выполняйте шестнадцатый дом манговар эти книги обязанности такая решимость должна быть и в один прекрасный момент уже ребенок вырисован уже не падает когда ребенок падает ничего такого нету это нормально когда взрослый человек когда ребенок описывался маленький ну нормально когда взрослый человек уже тогда это уже странно не столько лет все сознание кришна и все дети это уже становится странно уже какие-то симптомы близки это мы неправильно практикуем нет должного знания и понимания мангу повторяемся оскорблениями чаще всего в этом проблема не за нами аппарат окей поздравляю с успешным прохождением до добавить третий вопрос также заключается как он реагирует на обстоятельства как он реагирует на обстоятельства поэтому кришна дальше там помните он чуть больше чем 2 стиха он раскрывает что он ну невозмутимый похвала или кто-то тебя удают хвалит ругают невозмутимый слишком радуешься когда что-то нашел не слишком угорчаешься когда потерял то есть да его реакция на внешнее окружение вот вопрос на всех вопросы будут все что делать когда вы не знаете что делать вот когда аржуна не знал что делать он реально не может делать реально надо обратиться духовному учителю наставнику или человеку авторитету духовно которым вы доверяете можете открыть свое сердце потому если у вас есть какие-то сомнения не стесняйтесь от гуру не прячьте ничего не пытайтесь перед ним выглядеть красавцем красавица кройтесь ему такой какого есть иначе есть знаете как если вы к врачу приходите врач он должен диагностику поставить если вы говорите да нет я здоровый у меня там ничего не болит то есть врачу тяжело будет вас вылечить если то же самое вы к гуру приходите выходит и сразу экстаз вот его пропадают тут не нужно быть нужно быть искренним не бояться открыть какие-то проблемы это нормально что у нас здесь в материальном мире за много жизни косяков есть проблемы естественная вещь ничего нового для уровня кур ждет да вы сами придете расстроить и тогда процесс будет действий поэтому если что-то не знаете не понимаете обратитесь вашей жизни не философскую доктрину какую-то не понимаете как это можно слышать здесь а вот в вашей личной жизни есть какие-то нюансы надо подойти и посоветоваться с гуру если гуру тяжелый пустим спросить его можно ли я приму кого-то наставника я думаю на вашу третью главу не будем начинать просто скажу что она есть что что сейчас есть два вида свадармы что есть материальные обязанности и вечные духовные есть санатана дарма да и есть свадарма материальные у каждого из нас пока мы не освобождены из этого материального какой-то вопрос вам в какой момент вы можете оставить буду благости вообще надо их статью когда она будет являться препятствия сила рагуна даст госвами манахши что объясняет в какой момент вообще можем оставить эту противную нагу на благости по крайней мере когда мы утвердимся в ней по крайней мере пока мы но как если мы даже не достигли то страдать нечего понимаете да о чем нет я мовенья две раза в день если сын Нанды Махараджа там ползает вдвоем но мы не можем оставить вот эти вещи поэтому мы можем оставить вот это соблюдение свадармы своей как минимум но даже Кришна дальше в одной в третьей главе как раз будет один раздел покажи пример называется даже Кришна скажет я там вообще никому не обязан ничем дорогие друзья я вообще тут если на минуточку верховный наслаждающийся все обязаны мне нитяна чатана чатана анам нитя нитяна я тут вообще всех снабжаю от букашки до таракашки но даже я выполняю свою обязанность смотрите даже я принимаю гулу там тетки свои мунти почтение выказываю хотя я не обязан ничего делать понимаете даже если вы обрели уровень санатана дармы и находитесь на освобожденном состоянии чтобы не беспокоить других и показать пример вы должны действовать в соответствии с нормами установленными Кришной в этом мире понимаете даже если вы супер освобожденная там душа потому что порабощает еще раз что не сами действия положения порабощает мотив с которыми мы действуем в этом мире поэтому вот есть две вещи и две садармы пропады объясняют есть духовные обязанности вечные чаланам киртана на нашем уровне служение Кришне есть материальные обязанности у женщины есть три дарма например обязанность женщины а мужчины своя там пуруша дарма обязанность мужчины поэтому каждый должен знать свои обязанности в этом материальном мире научиться ими действовать ими но поставив центр что? то и Кали-Югу то и надо поставить центр вот понятно этот вопрос очень легкий то есть вы выполняете свои обязанности но не делать если на каком-то уровне вы развиваетесь и видите что произошло смещение акцента мы пришли в этот мир не для того чтобы стать самыми лучшими семьянинами хорошие дети там свою свадарму лучшим образом это очень тяжело в Кали-Югу все знают мужчины ищут ведических жен все время каких-то мистических ведических жен книг которых описано в книжках женщины а ищут кого вы ищете? Кришну Кришну они ищут Кришну а вы ведических жен Кали-Юга настолько полна недостатков мы родились в культуре гречки явно чего мы хотим вообще? какие ведические принципы? в завершении в Икадыше скажу что очень большая опасность мы становимся более ведическими чем Шива Прабхабада у нас это стремление мы должны разобраться вот в Икадыше гречку все-таки надо есть или не надо? давайте битву устроим беском на два ладеля поделимся в интернете кто за гречку кто против гречки и начинается что тут гречка вообще? Багаландита не о гречке говорит мы просто следуем доставлениям Шива Прабхабада Шива Прабхабада сказал не ешьте с зерном и кадыши все и бобы но когда мы становимся слишком в мелочах вот этих деталях кармаканды копаться которые не имеют отношения к преданности никакой Кришна ел шкурки от бананов у ведуры в доме ничего перевалил любовь ел потому что понимаете поэтому вот это наше стремление стать более ведическими чем сам Шива Прабхабада мы не индуистская культура в конце концов мы гаудя в ашнава мы последователи господочитания там есть свои традиции свое настроение свое видение поэтому это очень тоже важные нюансы я его ведаю то сколько можно ее уже изучать уже волосы все выпали мы все изучаем это я его веду ну а изучи один раз пойми как работает все и следуй нет мы изучаем изучаем чему не следуем при этом в книжках там читаем нельзя есть после шести там да а какой смысл во всем много таких потом есть еще раз уж вы сами напросились есть еще одна тоже я наблюдаю интересный момент есть два положения есть и свадарма и санатана да и матаджи часто вот когда что-то надо тяжелое перенести они тут они вдруг матаджи я же матаджи да когда невыгодно мы тут все души вообще-то если ты душа чувствуешь тогда это самое этот все равны души все равны для кришни поэтому мы начинаем манипулировать этими вещами прабу тоже манипулирует этими вещами душа душой душа душой но я тут прабу между прочим на минуточку поэтому понимаете не нужно не нужно эксплуатировать эти вещи манипулировать под себя у каждого если ты прабу у тебя есть обязанность если ты матаджи у тебя есть обязанность вот что нужно получить и не нужно имитировать духовный уровень и подтаскивать сюда милость Кришны по милости Кришны ребенок гуляет один я видел на одной программе в одну ядру приехал там такая лестница без перил мальчику пять лет я говорю мама вы что делаете ну Кришна позаботится откуда эта упасть вообще откуда эта упасть берутся из иллюзорной духовности вообще человек не понимает что происходит у тебя есть обязанности перед этим ребенком здесь кому-то на войну надо ходить а тебе просто за ребенком последить просто последи чтобы он не упал и не сломал себе голову твоя обязанность понимаете вот это есть свадарма мы должны выполнять свои обязанности должны выполнять свои обязанности полагаяс на милость Кришны но это и творит свое служение пойти и позаботиться о нем может она и дышит исконы одного великого вальшнавы и саняйсиси не позаботиться понимаете да, то есть поэтому есть свадарма и мы должны ее исполнять сознание Кришны вот и все есть вечная обязанность души и мои пробуждаем в процессу жалом хоть мама хоть папа на мантуру повторяй без любви понимаете да вот эти моменты такой веселый следующая глава почитайте разделы немножко подготовьтесь карма йога йога деятельности описываться и забегая вперед здесь кришна начинает объяснять арджуне что будет возникать вопрос на все-таки отречение я ничего не должен делать или действовать да когда мы приходим в духовное общество мы думаем ну вот теперь трансцендентное знание я ничего не начать что еще не буду делать да и мы думаем вот материально это я работал обязанности какие-то исполняла духовное совсем наоборот так вот кришна будет разрушать все эти ложные концепции начинающих преданных пожалуйста посмотрите конспект ваш немножечко разберитесь что да как он будет описывать путь карма йоги и как эта практика она будет уничтожать вожделение в конце потому что будто вожделение большом враг будет определиться место врага и врага нужно как раз уничтожать путем карма йоги или связать свою деятельность смешно шо пропадок да спасибо большое спасибо спасибо да а швот не читали швот не читали